Мы продолжаем. Азербайджан закупает у Белоруссии полонез. Президент Азербайджана на военном параде к открытым текстам заявляет, что война в Карабахе еще не закончена. И тем не менее, армянская сторона хранит молчание. Вопрос в том, война эта, она неизбежна? И если да, то когда она начнется? Потому что некоторые аналитики утверждают, что это вопрос считанных месяцев. Ну не такое уж молчание армянская сторона хранит. Вот полковник вооруженных сил Армении Карюн Гумашан заявил, что республика должна направить все усилия на подготовку к военным действиям, которые, по его прогнозу, начнутся либо осенью, либо самое далекое, это будущее весной. И выводы свои он сделал, во-первых, на выкладках чисто по военным бюджетам, а во-вторых, его потряс этот парад в Баку 26 июня к столетию вооруженных сил Азербайджана, где он увидел совсем другую армию азербайджанскую, а не ту, которая была в прошлые времена. И война неминуема, он считает. И это вот, вот это его высказывание, его мнение, и местные средства массовой информации, и средства массовой информации на всей территории постсоветской. Подхватили и разнесли. Когда я говорю о том, что Армения молчит, я имею в виду официальные лица, то, что называется. И тут действительно может быть как раз молчание, оно и будет золотом. Павел Фельгенгауэр с нами на связи. Павел Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вы согласны с мнением Гумашана, которое все сейчас цитируют со всех сторон, что война это вообще вопрос нескольких месяцев? Ну, может быть, да, может быть, нет. То есть, там происходят постоянные стычки. Настоящего перемирия нету. Там просто очень низкий уровень боевых действий. Но они стационарны, более-менее. Было очень серьезное обострение в апреле 16-го года, так называемая четырехдневная война, когда Азербайджан перешел в наступление, захватил ряд высот, нанес достаточно болезненные потери армянской военным и, в общем, поразил армянское общество тем, что Азербайджан, оказывается, готов очень хорошо воевать и что у него есть современное оружие. Но потом, не пытаясь даже нарастить успех, азербайджанские военные остановились. То есть, будет ли там же такая вот война, которая война, или как вот на Ближнем Востоке немножко повоевать, а потом остановиться и снова перемирие. Вот это не совсем ясно, поскольку политические цели вот именно победоносной войны рискованы. В общем, скорее всего, ни та, ни другое руководство ни в Армении, ни в Баку, ни в Ереване не хочет. Но политическое урегулирование не просматривается и военные усилия продолжают обе стороны. Ну, на самом деле, если Алия прямым текстом говорит, что война в Карабахе не закончена, завершился лишь ее первый этап, не есть ли это приглашение, на самом деле, к продолжению боевых действий? И уже второй вопрос туда же вдогонку. Сравнимы ли вообще по масштабам военные возможности двух сторон? Ну, в последние годы Азербайджан потратил очень много денег, когда пока цены на нефть были высокие, так как миллиарды долларов, закупить много оружия. И в том числе сотрудничают, продолжают сотрудничать с Израилем. И закупил в Израиле много того, чего у Армении вообще нет. У Азербайджана есть современные беспилотники, есть израильские ракеты «Спайк», одни из лучших в мире, если не лучшие в мире, противотанковые управляемые ракеты. Есть ракеты системы залпового огня большой дальности, большой точности. То есть, есть другие, ну, купили в России, в Беларуси, у них деньги есть. А Армении нет, армянский бюджет весь меньше, чем только военный бюджет Азербайджана. Поэтому они покупают меньше, хуже, в основном бесплатно в России берут, но, в принципе, тяжелого оружия у них много. То есть, обе стороны вооружены до зубов и готовы. Да, но с другой стороны, может быть, как раз с точки зрения Азербайджана сейчас это идеальный вариант для начала, продолжения, как хотите, военных действий, когда и с точки зрения военного потенциала Азербайджан сильнее, и с точки зрения, ну, назовем это, политической стабильностью. Там разные все-таки ситуации. В принципе, да, но они, может быть, не захочут рисковать. Вот тогда, в 16-м году, они могли продолжить наступление в Азербайджане. Все были в восторге, что вот мы наступаем, мы нанесли некое тактическое поражение армянам, но дальше тактического поражения не пошли. То есть, военная возможность была, но политически это рискованно втягиваться в полномасштабную войну, то есть, отвоевывать вообще просто там несколько высот, а вообще весь Карабах. И, возможно, Алиев тогда поднял как бы патриотическую волну в Азербайджане. То есть, ради этого, да. То есть, там может быть точно обострение, А вот будет и полномасштабная война, там, с войной городов, используя баллистические ракеты, которые теперь есть у той и другой стороны, способные достать и Риван, и Баку. Вот это уже другая вещь. Будет это или нет, непонятно. Ну и последний вопрос, тоже из категории непонятна. Турция. Турция. Потому что некоторые утверждают, что сам факт вообще участия Турции вот в этом параде прекрасном в Баку, он уже говорит о том, что в случае начала военных действий Эрдоган впишется, то, что называется, залива. Ну, там, если начнется действительно к серьезной военной конфликт, и вы не удастся как в 16-м году быстро погасить и возобновить прекращение огня, то эскалация, возможно, очень серьезная. То есть там и Иран, который в целом поддерживает Армению, Азербайджан, которого поддерживает Турция, ну, кстати, и Израиль тоже, у которого там большая военная миссия работает, помогает им осваивать израильскую военную технику, модернизировать их танки и так далее. То есть это Карабахский конфликт, вроде бы он только армяно-азербайджанский, но у него есть потенциал втягивать другие силы в регионе и большой потенциал для эскалации. Павел Евгеньевич, огромное спасибо вам. Спасибо вам.